Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать такие небольшие приятные сувениры для ваших близких. Это будут саше. Я поделюсь своими идеями по декорированию этих небольших ароматических мешочков. Покажу, с чего вы можете их сделать, чем вы можете их наполнить, как вы можете их украсить. Если вам понравится мое видео и мои идеи, я буду рада прочитать ваши отзывы. И, конечно же, буду благодарна вам за лайки и перепосты этого видео через социальные сети. И также я приглашаю вас подписаться на мой канал, для того, чтобы делиться с вами своими новыми дальнейшими идеями и работами. Итак, первое, о чем мы поговорим, это то, чем же мы можем наполнить наше саше. Для этого вы можете использовать уже готовые смеси, которые продаются в разных магазинах. От больших супермаркетов до маленьких ларючков. Все по 8, все по 10 и так далее. А можете приготовить такую смесь самостоятельно. Вы можете использовать всевозможные ароматические специи, которые находятся в вашем доме. Это и гвоздика, и наборы трав, и может быть просто лавровый лист, перец, каменная соль, или льняные семена и так далее. Если же у вас совершенно нет ничего под рукой, вы можете использовать всевозможные натуральные чаи, которые вы можете приобрести, наверное, в любой аптеке около своего дома. Здесь тоже идет смесь трав, здесь идут также плоды в составе этих трав. Они имеют приятный запах, напоминают лето, поездку в горы. Как правило, все эти травы обладают таким успокаивающим эффектом. Вы можете также высушить какую-то траву, которая растет в вашей местности, может быть на вашей клумбе, или может быть вы просто купили, вот как в данном случае у меня тимьян из супермаркета. А также вы можете использовать лепестки цветов, которые, возможно, вам дарят ваши близкие на праздники. То есть вы сушите лепестки роз, или тюльпанов, или вот то, что сейчас цветет, может быть, в вашем регионе. И с помощью небольших, нехитрых приспособлений, то бишь ароматических масел, вы можете наполнить ваши пакеты, ваши мешочки любым ароматом, который вам нравится. То есть это может быть от лаванды до тимьяна, валерьяны, имона и так далее. Вот такие вот интересные моменты можно использовать для наполнения своих мешочков. В следующем видео я покажу вам, как сделать обереги, так как у них идет особенная техника и особый состав наполнения. А сегодня я просто расскажу вам про суши-ароматизаторы, которые вы можете использовать на кухне, как я, например, использую в своем таком кухонном домике со всякими красивыми вещичками из разных путешествий, или поставить их в своей ванной. Мы поговорили с вами о том, чем же мы можем наполнить наши суши. Давайте поговорим о том, во что мы можем его упаковать. В данном случае я хочу показать вам упаковку в два вида такой декоративной упаковочного материала. Один из них имеет полностью такую структуру сетки, и второй это флизелин, который тоже имеет такую же примерно структуру, то есть он пористый, но он не настолько пористый, как сетка. Поэтому я вырезала два квадрата из флизелина, один немножко меньше, другой чуть-чуть больше, такого же размера, как декоративная сетка. И использовала в данном случае сетку примерно в таких же оттенках, то есть не контрастную, а такую дополняющую, в таком монохробе немножко делаю. И сейчас я просто перевяжу с помощью нити наш мешочек, а потом декорирую его с помощью декоративной ленты. Ну вот у нас уже готова одно такое симпатичное саша, которое мы можем уже в принципе дарить прямо в таком виде. Можем добавить какие-то декоративные элементы, цветочки, бабочки, а можем добавить сюда еще какие-то ароматы, которые вам очень нравятся. Бумага и трава, все это будет очень долго хранить ароматы масла, которое я добавила, я думаю, что будет приятным ароматизатором для помещения. Аналогичным образом мы поступаем, если у вас нет флизелина, у вас может быть какая-то красивая упаковочная бумага в сеточку, это может быть органза, может быть какой-то такой фатин интересный. Но так как он пропустит нашу мелкую траву, если вы будете ее использовать, то мы используем просто тонкую упаковочную бумагу, которая тоже прекрасно пропускает аромат. И первый наш пакет, это упаковочный, мы делаем, сворачивая обыкновенную бумагу. Затем я оборачиваю пакет в декоративную такую сетку, после того, как обернула наша саше в бумагу. Прикрепляю бантик и прикрепляю какие-то декоративные элементы, подходящие к оттенку, которые у меня есть дома. И наше второе саше готово. Сейчас я покажу вам, как вы можете сделать саше, если у вас нет декоративных таких каких-то упаковочных красивых бумаг. Можете взять любую подкладочную ткань, которая у вас осталась дома, или может быть вы специально можете купить, она стоит совсем небольшие деньги. Но для того, чтобы ее декорировать, вы можете приобрести такую красивую сеточку мерцающую, и сделать ее также в два слоя. Просто выкроив круглую форму, у вас будет другой немножко вариант вашего саше. Сейчас я вам это покажу. И вот такое красивое третье саше получается, если вырезать выкройку в форме круга. Не забывайте, что вот эти ленты, которыми мы завязываем, это синтетика, она очень быстро крошится, рассыпается. То есть края нужно аккуратненько оплавить с помощью свечи или зажигалки, то есть спичек, в общем, любого доступного вам средства. Итак, я показала вам три такие самые простые идеи, которые вы можете сделать буквально за примерно 20-30 минут. Сейчас я расскажу вам, как сделать саше в таком народном стиле, в деревенском, да, может быть в ростикальном. И покажу вам, как мы можем его украсить. Для того, чтобы приготовить такой саше, вам понадобится шить льняной мешочек из каких-то ненужных вам уже старых льняных вещей или приобрести специальную ткань. Также вы можете купить просто обыкновенную ткань в магазине «Все для шитья», то есть ткань для вышивания, вот как в данном случае, я вам показываю. Вырезать из нее такую полосочку. Сложив ее шить по краям, вы можете вышить на ней даже с помощью ниток какой-то узора, соответствующий тому человеку, который вы хотели бы его подарить, да, и у вас получится вот такой вот мешочек. Также верх вы можете украсить кружевом, то есть пришив его по краюшку, или наоборот сделать его таким более рустикальным. То есть убрать лишние ниточки, как бы еще больше составить ваше изделие, да, и вот по краю вашего мешочка тогда будет такая своеобразная бахромайте. Также вы можете использовать возможную специальную тесьму, которую вы приобретете там же в магазине «Все для шитья» и пустить ее по самому мешочку, там завязать вместо ленты такой какой-то красивой тесьмой, да, вот с ромашками в каком-то таком народном стиле. Очень красиво, если вы сделаете какую-то аппликацию на этом мешочке, причем ее достаточно просто приклеить на специальный клей, даже можете ее не пришивать, то есть это займет у вас меньше времени. Ну вот, например, вы можете декорировать какой-то такой тесьмой, в тон этой тесьме сделать красивый бантик на этом мешочке, да, вот оно будет так как-то по-другому, по-иначе смотреться. Для того, чтобы сделать такую розочку, вам понадобится лента чуть больше сантиметра шириной, нитка с иголкой, ну и ловкость ваших пальцев, и никакого мошенничества. То есть первую сердцевинку мы просто ее свернем и зафиксируем с помощью нитки с иголкой. Далее мы будем подкручивать постоянно нашу ленту, сделать такие перевороты лентой и обматывать ею вокруг нашей сердцевины. Периодически то, что у нас получилось, вот эти вот лепесточки, мы будем фиксировать с помощью нитки с иголкой. Итак, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И так я закончила свои работы. Некоторые из них я добавлю еще немножко ароматических масел. Я надеюсь, что вам понравились мои идеи. И еще раз приглашаю вас подписаться на мой канал. И буду очень рада прочитать ваши отзывы. Сегодня я прощаюсь. До новых встреч! До новых встреч!